Европейские предшественники ХАРП Комплекс A.S.C.A.D. Tromsø Комплекс Tromsø является одним из инструментов международного проекта A.S.C.A.D. European Inhoherent Scatter Scientific Association и Европейская научная ассоциация некогерентного растения возглавляемого Институтом Макса Планка, Германия Целью проекта является исследование аэносферы с помощью территориально распределенного комплекса радаров некогерентного рассеяния, в том числе в условиях ее модифицирования с помощью наземного ВЧ-облучателя Кроме Tromsø, матчас проекта расположен также на площадках коммуны Керуна, Швеция общины Садакюля, Финляндия и на Свальбарде Шпицбергене Комплекс расположен в местечке Рамфорт-Мойен под Тромсё на земле, принадлежащий университету Тромсё Кроме интересующего, в разделе настоящего обзора, нагревателя там расположены также два радара некогерентного рассеяния с частотами 930 и 224 МГц Вид со спутника и панорама инструментов комплекса Тромсё Излучатель нагревателя состоит из трех независимых антенн Антенна N1 представляет собой фазированную решетку с организацией 12х12 из 144 кросс-диполей каждый ряд которых запитывается от отдельного передатчика Полоза пропускания антенны от 5,3 до 8 МГц Коэффициент усиления до 30 ДБИ что обеспечивает ширину лепестка диаграммы 5-7 градусов и эффективную излучаемую мощность до 1200 МВт Антенны N2 и N3 также являются фазированными решетками но с организацией 6х6 из 36 кросс-диполей каждая При этом ортогональные диполи каждого ряда записываются от отдельных передатчиков Полоза пропускания антенны N2 от 3,8 до 5,7 МГц антенны N3 от 5,3 до 8 МГц Коэффициент усиления каждой из этих антенн до 23 ДБИ При ширине лепестка диаграммы 10-14 градусов При этом эффективная излучаемая мощность достигает 300 МВт Параметры антенны хрешеток комплекса в тромсё Вверху слева ширина диаграммы излучения Справа коэффициент усиления Внизу слева эффективная излучаемая мощность Справа геометрия кросс-диполей Все три антенны могут излучать радиоволны как с линейной, так и с правой и левой круговой поляризацией Угол отклонения диаграмм антенн от вертикали регулируется в пределах 30 градусов Поддерживается работа в течении в режиме сплиттера То есть с разделением антенн на секции, излучающие на разных частотах Антенны запитываются от 12 передатчиков С максимальной выходной мощностью по 100 кВт Которая может регулироваться ступенчато с шагом 2,5% Предусмотрены также режимы амплитудной и импульсной модуляции Все управление нагревателем полностью компьютеризировано Выходные каскады передатчиков реализованы на мощных вакуумных тетрадах с водяным охлаждением Фидерная система, как и в рассмотренных американских предшественниках ХАР Построена на волноводах из алюминиевых поросительных труб Схема передатчика, его выходной каскад и фидерная система комплекса Схема передатчика, фидерная система Кроме сетирадаров и некогерентного излучения для работы с нагревателем Используются и другие диагностические инструменты В частности, расположенные непосредственно на его площадке и на зонбе различных типов Комплекс ИСКЭТ в Тромсё был запущен в 1979 году И на нем было проведено большое число экспериментов с участием международного научного сообщества Он неоднократно подвергался модернизации Успешно функционирует в настоящее время, но продолжает развиваться На странице статуса отображается состояние всех передатчиков комплекса в реальном времени Комплекс ИСКЭТ на СВАЛЬБАРДЕ Комплекс по программе Sphere Space Plasma Exploration by Active Radar Исследование космической плазмы с помощью активного радара Бойл создан подразделением РСПП Radio and Space Plasma Physics Университета города Лестера, Великобритания При финансовой поддержке консультативного комитета PPRSC UK Particle Physics and Astronomy Research Council Он разрабатывался с отработкой его компонентов на макетах с 1999 года И был запущен в эксплуатацию первого этапа в апреле 2004 года Главной задачей программы Sphere являлось исследование взаимодействия солнечного ветра С верхними слоями атмосферы В том числе исследование влияния солнечных циклов на климатические изменения Такая специализация наложила определенный отпечаток на архитектуру и параметры комплекса Который объединил в себе функции нагревателя и анасферы Радара малой мощности и мощного радара некогерентного рассеяния Комплекс был построен на Свольбарде, Шпицберген Недалеко от населенного пункта Лонгирбен В точке с координатами такими-то в нескольких сотнях метрах от радаров ЕСК В 2013 году было принято решение о его закрытии И в 2014 году он был демонтирован Оставив после себя лишь несколько постаментов от оборудования построек Панорама 2004 года и карта 2019 года комплекса Sphere Панорама и карта Антенна комплекса на первом этапе представляла собой фазированную решетку 6х4 из 24 кросс-диполи На следующем этапе я планировалось увеличить до размера 6х6 Но этот этап не состоялся Кросс-диполи по конструкции были полностью аналогичны кросс-диполям комплекса EISCAT Но имели длину 48,4 метра Они располагались на высоте 17 метров над землей Антенная решетка комплекса Sphere Каждый диполь питался от отдельного передатчика мощностью 4 кВт Выполненного полностью на полупроводниковых приборах Передатчики размещались в боксах по 8 штук Которые обслуживали антенные секции 2х2 За счет раздельного управления амплитудой и фазы выходного сигнала Каждого передатчика обеспечивалась необходимая поляризация сигнала И сканирование луча в пределах 20 градусов от зенита Коэффициент усиления антенны 6х4 составлял 21,22 дБ Угол раскрыла лепестка программы диаграммы излучения 21,14 градусов Комплекс работал на 11 фиксированных частотах в диапазоне от 4,45 МГц до 5,82 МГц В радарном режиме антенна комплекса использовалась также и на прием Архитектура приема передающего тракта комплекса Проведена на рисунке G7 Архитектура приема передающего тракта комплекса SPIR Комплекс обеспечивал реализацию трех режимов Активный режим предназначался для разогрева иносферы на максимальной мощности с использованием импульсной модуляции на частотах ниже 1 Гц Режим радара малой мощности предназначался для фонового мониторинга атмосферы и иносферы в то время, когда другие режимы не использовались Максимальная мощность в этом режиме 10 кВт при импульсной модуляции Режим магнитосферного радара Предназначался для зондированной магнитосферы на высотах от 1000 до 8000 км И использовалась полная мощность комплекса и импульсная модуляция Данный режим активировался только во время полярной ночи, то есть в условиях максимальной прозрачности иносферы Блок включений комплекса включает около 50 рабочих записей Относящихся к 2004-2005 году Плюс записи тестовых включений в конце 2003 года Количество публикаций по проведенным на комплексе экспериментам крайне мало С учетом того, что антенна-решетка комплекса так и не была доведена до финальных требований 6х6 кросс диполя и комплекс был демонтирован Можно предположить, что он не оправдал возложенных на него ожиданий Субтитры создавал DimaTorzok